друзья всем привет сейчас у нас на дворе уже почти 5 вечера нам только что позвонил менеджер салона nissan говорит что андрей только что прилетела машина которую надо снимать друзья но я думаю что вы все догадывались по обложке что это вот nissan ria эта машина еще даже не стоит салоне эта машина для тезраева так что мы будем первые кто на ней сегодня наверно даже покатаются поехали Продолжение следует... 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 вот и посмотрите тут начинается ребят магия во первых вот этот вот экран он реально хорош он реально согласен да вот кстати в предыдущем видео комментарии в комментариях писали что интересно чтобы жена тоже говорила свое мнение что ты скажешь вот так на первый взгляд сейчас на лаконичную я кис хороший даже да не подобается больше вражения приемный вот вот так вот ребята она действительно очень приятно и посмотрите красивое табло приборов тут у нас есть автопилот судя по всему да ну у нас есть вот караоке у нас есть вот настройки этот есть камеры 360 судя по всему да есть кнопка ipad кстати отдельная тема вот эти вот кнопки ребят они сенсорные они реально обалденно сочетаются на вот этом вот тоннеле вот такие небольшие подстаканник которые можно закрыть селектор выбора режима въезды вот это что это ага ребят вот такого я не видел ни в одной из машин вы просто тупо можете двигать вот это очень круто слушайте это было неожиданно там еще у нас есть что какая-то ячейка может быть даже зарядка type-c обычный юсб автоход отдельного кнопка есть смотрите тут close open close открывается это вот такая штука оба но ее чтобы открыть надо держать я и также сама держать чтобы закрыть это у нас такая вот ячейка в которую ничего просто бардачок так вы просто видите не закройте то есть его на тоже нажать и держать только тогда он закроется бардак есть такой вообще бесполезный кстати он очень маленький такое что-то очень с бардачком все странное решение но да ладно это минусы небольшие воздуховоды приятны с хорошим ходом громкость так вот ребят смотрите английский язык сделал все английский у нас есть можно смотреть видео можно включить радио навигацию переключение темного режима езды и светлого режима езды кстати отдельно вынесенной кнопкой отдельно кнопка включения камеры камера у нас это у нас передняя камера а где у нас камера заднего вида чек-сарандин фурсы странно в общем суть того что камера 360 здесь есть ты покажите мистер вот и видите сколько тут мистер посмотрите как сидит удобная жена посмотрите сколько места реально для ног место над головой открыть панораму тоже можно пожалуйста а ну-ка люк там есть люк есть ага вот так вот ребят кстати ну да это как во многих машинах но это круто это круто ну принципе мы уже бачили тут у нас есть очищница и вот такие вот сенсорные вот лампочки хорошие тоже ну как тебе со стороны тут можно играть футбол это абсолютно правда я не знаю там колыб вся машина забыта сумку поставить да все можно тут можно кого-то тебя смотрите вот так вот проходить китайскую границу можно ну прикольно прикольно слушать действительно вот так она назад залезешь ну как видите ребят машина реально хорошая хорошая давайте попробуем залазить на задний ряд и говорим про двигатель и батарею так задний ряд оба но хорошо суши правда хорошо хорошая шумоизоляция то надо признать место для головы на самом деле с кулак достаточно тоннель ну он так его максимально подвинял то есть соответственно тут только два человека сядет но ничего зато у двух есть подогрева жопы есть один type-c один юсб есть подлокотник который вот так вот нормально может кому-то голову отбить если кто-то я сюда положит а ты только что залазил им быть аккуратно в принципе хорошо вот правда очень очень хорошо мне прям очень нравится но больше сказать нечего тут действительно знаете приятно пахнет кожей вау прям вау ну что пойдем поговорим про двигатель погнали так ребят ну и под капот 1 2 есть у меня сомнения что тут есть какие-то газовые упоры я чувствую что он там открытый полностью да он тут полностью открытый тут у нас очень напоминает машина с двс так ну что есть дополнительно шумоизоляция есть дополнительно дофига сухих листьев уже потому что на дворе осень ну как бы вот так все это выглядит в принципе электродвигатель генератор зашит вот так давайте вернемся к нашему приложению потому что как я и говорил мы еще про нее ничего не знаем смотрите ребят у нас есть раз два три 4 комплектации 4 комплектации здесь у нас стоит 2 начнем с того что все во всех комплектациях стоит одна единственная батарея на 90 киловатт-часов это очень хорошего объема батарея вся натрыная литиева есть у нее подогрев есть у нее охлаждение но первая и вторая комплектация нас идут переднеприводные третья четвертая у нас идут полноприводные вот это нас и вторая комплектация на переднем приводе и того переднеприводные у него двигатель 178 киловатт и 300 ньютон метров крутящего момента как я и говорил батарея 90 киловатт-часов проезжает эта машина 623 километра подсм сел тиси очень очень неплохо но это сел тиси понятное дело то есть ну 550 почему бы и нет и друзья топовые комплектации на самом деле очень странно потому что третья комплектация 4 у них абсолютно два идентичных две детишек характеристики суммарная мощность 320 киловатт и 600 ньютон метров крутящего момента но друзья третья комплектация проезжает 559 километров 4 533 самая топовая почему так на самом деле непонятно потому что все характеристики абсолютно идентичны разгон идентичный крутящий момент идентичный честно не знаю вот правда пока что не знаю возможно мы узнаем об этом чуть попозже когда будет больше информации об этой машине и ребят у нас тут еще есть машина такая же комплектация только с белым салоном со светлым он даже не столько белый сколько он наверно бежевый что ли но посмотрите у него есть перфорация на сиденьях а там перфорации не было очень странно может быть они еще сами не понимают потому что может быть устояла базовая комплектация тоже что я вторая в общем не суть они сказали что это 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 переднеприводная но давайте поговорим про цены теперь друзья и цены как я говорю четыре комплектации база скорее всего вот а была базовая комплектация 272 1800 юаней вот это очень похоже на вторую комплектацию потому что другие сиденья 284 800 юаней первая комплектация на полном приводе 327 800 юаней и друзья самый-самый жир хотя которые особого отличия вот так вот сейчас пока что непонятно 342 800 это не дешево это реально недешево за 342 800 можно чуть-чуть доложить и взять биди танк который будет ну прям прям отрыв взрыв мозгов но это nissan и знаете это тот случай когда я уверен что эта машина ну зайдет в украине она зайдет потому что это далеко не ноунейм она реально современная на реально хорошая машина тут вопросов нет она круто она выглядит хорошо я думаю что она хорошо едет я надеюсь что мы сейчас это и проверим на тест-драйв если нам такие дадут ну вот такая друзья машинка что скажете как вам нам женой она тебя кстати как поражена я полностью солидарен женой мне тоже надеюсь это очень понравилось оценковка ну такое то может быть минус может быть плюс лично для нас это такое все вообще не имеет значения во всем остальном красота возможно цена возможно немножко перебор цен друзья вот как то так ну что друзья я надеюсь нам сейчас дадут тест-драйв так что мы в предвкушении поехали кататься слушайте вот мы собрались уезжать а вот смотрите в каком счету цвете на стоит золотом золотом на светлом салоне блин а вот этот цвет суши как тебе как тебе такой мне тоже даже больше она синяя красивая но она как будто как будто меркнет да немножко темно а вот это прям видно и совершенно сейчас другой стороны попробуем зайти да 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 точно тем темно гелевые ручки стоит правда ну красиво вот вопросов нет машина реально удалось переоценена но удалось что-то сразу начинается жена уже за короткое да говоришь очень дорого с не согласен принципе так ребят ну что сейчас у нас начинается тест-драйв мне конечно очень нравится вот эти кнопки вот они сенсорные не знаете вот этот пластик эффект дерева они как-то тут очень-очень в тему смотрят вот правда действительно очень в тему да конечно сейчас зайчили ее карплей ма да карплея здесь нету да короче ребят не android не кара не iphone вы сюда к сожалению не подключите это надо иметь ввиду да видите у нас выбор режима езды и айпедал и подал это управление одной ногой и тут беспроводная зарядка да вот еще есть кстати а вот она вот она беспроводная зарядка да кстати окей на адаптивный круиз-контроль вот эта кнопочка как раз включают на автохол да про автохол там включается да 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 там кнопка отдельно вынесена кстати это очень удобно на самом деле потому что в некоторых машинах его хрен найдешь где-нибудь в меню а тут она просто отдельно вынесена и хорошо 5g еще к сожалению нету хотя это уже очень странно потому что во многих машинах его уже ставят и тут кстати видеорегистратор но знаете вот так вот на первое ощущение вот так вот сидеть блин вот тут ты была права на самом деле для места для ног тут конечно можно разложиться вот прям вообще это правда вот единственное что мне не нравится это очень маленький люк какой-то вот если сравнить с теми же там био они да то есть получается там люк идет на пол крыши тут он как-то кусочек обрезаны знаете где-то 70 на 30 то есть видишь они такое-то большое расстояние получаться где-то 0 то полтора полтора кулака нормально в принципе это достаточно хотя она на самом деле сама по себе панорама это не такая уж и большая подогрев руля кстати вот есть сиденья сиденья есть да только подогрева только подогрева вентиляции и массажа у них нету но это опять таки это вот возможно в базовой комплектации думаю что в принципе может быть это и кстати и будет да тут же нашу и люди есть проекция на лобовую мою это потом тоже посмотрим а хотел мне камеру 360 показать но что так не срабатывает да вот это конечно кнопки слушайте это реально прикольная тема они с такой вибро отдаст человек кстати класс класс вот меня вот это вот действительно очень нравится но вот как то так ребят пока что первые ощущения обалденные вы знаете вот мы вот едем насколько нас такая компания 5 взрослых человек на к футу бывает шишу фума к футу нормально вот этой навигации мы сейчас едем то есть вот она как раз получается хорошо видно но на самом деле ножка вот это вот отвлекает и кстати вот проекционный экран вот блин реально обалденного качество знаете он такой у него очень легкие мягкие тона то есть соответственно если там например где-нибудь в том же белой ди кстати она немножко вырви глаз тут такого нету кстати есть тут хорошее удержание полос она немножко вот так вот подруливает это кстати тоже прикольно слушай айп дал я теперь сейчас понял что это такое толком понял она очень такая знаешь как будто немножко резины на резиновая какая педалька и кстати вот это и хорошо автохолд она знаешь она как будто ты и нажимаешь на на все равно плавно тормозит это очень сейчас очень было чувствую прям очень так приятно вот попробую ребятам сейчас показать проекцию на лобовое не за там его будет или не будет а тут это не увидишь вот у нас сейчас показана скорость и у нас показана стрелка направления движения то есть так как у нас вот тут вот идет навигация у нас нету сейчас карты памяти поэтому не записывается запись видеорегистратора но это на самом деле вот вот именно этот проект экран полностью видео со стрелкой а то нифига неудобно честно говоря вот как по мне вот так вот оно красиво но ты когда едешь оно отвлекает и проще а вот так гораздо понятней и мы кстати уже почти приехали вот знаете это тот случай то случай когда это не совсем то место для ты драйва потому что тут вот тут сейчас будет у такого движения это будет пробки на ней не поехать но по посадке знаете уже можно понять что тут ехать можно долго хорошо и довольно таки комфортно да то есть вот ну я не знаю я не знаю чем будут придраться наверное не к чему наверно только к цене потому что цена действительно за него высока как по мне и жена тоже сама согласна кстати о смотри сейчас еще покажу вот у нас еще переключение вот меню есть вот настройки вот тут все вот это такое вот современное и я начну что они больше не работают а вот навигация вот дровинной а кстати ну как у нас расход ну да при такой езде она показывает 47 1 киловатт конечно но это мы только стартанули и уже почти закажешь заканчиваем так что тут ничего не покажется вот такой себе бортовой компьютер у нас здесь есть вот еще раз навигация видос аудио а это видимо можно настройки акустики это прямо и кстати еще отдельная тема поворотники они не включаются нормально то есть мы привыкли что она подымается и они назад отстреливаются когда вот машина повернула тут они просто блокируется и спускается назад но поворотник сам работает я не знаю как это объяснить словами как это это надо ощутить это это как бы ни плюс ни минус так этому надо привыкнуть то есть такого нету для нас для привычных людей такого нету и кстати слушай вот сейчас ты видишь как она тормозит у нас начинает всех вот так вот шатать вот мы все прямо вот так вот like a wave это я притом я не не специально там уже просто торможу вот она вот реально в этом вот моменте начинает так у всех нас покачивать и кстати не знаю почему а это так можно немножко укачаться даже и при том что это реально на полном серьезе это вот наверное этот и педал просто такое дает ощущение посмотрел впереди едет bvd сон да но сон конечно будет явно больше он явно больше как у меня на русских более блин как это назвать вот этот вы черный да он такой как бы мне кажется немножко тумач а мне кажется это тумач серьезно да это очень хорошего качества реально очень хорошего качества экрана толковые кнопки все с вибрацией то ты видишь на кнопку попадаешь или не на кнопку да вот эта штука тоже конечно круто вообще такого вырывы like this never seen this before да это это реально мафик ну и плюс вот да телефон заряжать можно здесь эти вот это тоже штука вот удобнее потому что телефон ложится как раз вот под таким искусом и он не будет вот тут кататься вот в иди 6 жена не даст соврать он никогда не заряжается он просто вечно горячий и он катается вот эта вещь она показывает что там отошла зарядка или проще какая-то фигня тут такого точно не будет слушай но не ну что-то в этом есть действительно но я за то что она переоценена да да она дорогая я бы вот стоила бы она ну хоть сколько 35 да база где-то плюс минус ну да вот стоила на хотя бы 30 ну да наверное да то есть вот топовый сон стоит 30 с копейки 31 по-моему топовый он круче но у этого батарея 90 киловатт и вот это тут всех так пожатывает тоже говоришь немножко ему так ну то есть в общем говорят ребята что если заказать эту переднеприводную версию в этом синем цвете синий белый зеленый серый 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 то ожидание до двух меньше двух месяцев черный меньше двух месяцев может даже за месяц хватит в принципе это нормально эти машины собираются в ухане это немножко далеко конечно это недалеко не гуанчжоу ну как бы это нормально совершенно нормально она едет это у нас эко режим сейчас включу и кстати суши и по да вот этот вот она прям педаль сама впускается в пол это примета очень удобно слушать вот он у нас в дельфине такого на самом деле нет рекуперации одежда стой принципе притормажу это прям уж туда впадают педаль это прям очень удобно смотри она прям то вот вообще вот в устрена тормозится если больше тормозит ну как бы нам и и тут есть эти датчики слепой зон в принципе с машина на самом деле вызывают реально позитивные эмоции чего-то плохого про нее не могу сказать да кроме как цены наверное да кстати девочка тоже менеджер говорит что она прекрасно понимает потому что китайцы покупают byd все-таки за эту стоимость его можно взять базовую вот эта машина это топовый условно говоря сон но тут 90 батарея да но она имеет место вы в общем вот такая друзья машинка сегодня получилась мы уже подъезжаем к концу тест-драйва спасибо что досмотрели это видео до конца я надеюсь что вам эта машина понравилась так же как и нам друзья подписывайтесь на наш канал если вы это еще не сделали заказывайте только хорошие машины а мы вам обязательно их привезем и поможем выборе так что еще раз всем спасибо и до новых встреч за всем пока пока